Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Да, сегодня воскресенье. С одной стороны, это грустный день, потому что последний день выходных, завтра будни, будь они прокляты. А с другой стороны, это хороший день, потому что в этот день всегда выходят обзорище на канале Покашеварим, а это самая классная возможность провести приятное время в течение хрен знает какого времени. Иногда полчаса, иногда час. Что у нас сегодня на обзоре? Сегодня на обзоре у нас доставка, которая называется Coco Chicken. Они у нас появились недавно. И спасибо моему зрителю, Зеду Комментатору. Он мой подписчик, а я его подписчик в Инстаграме. Он там тоже клево всякие обзорчики текстовые пишет, очень интересно. Ссылку на него оставлю в описании. И вот в одном из последних постов у него был пост как раз про заведение Coco Chicken. И я такой, опа, Coco Chicken, курочка. И у меня опять, у меня опять начинается ностальгия по пароме курочка. Я с этим, в общем, поборолся, сделал заказ. И сейчас мы ждем. Должны привезти, по идее, в течение часа, потому что находятся они недалеко от меня. Coco Chicken. Вот такой вот логотипчик, смотри. Курочка, да, ну прикольно. В принципе, приехало, все хорошо. Хорошо. Пакетики. Смотри, пакеты целлофан, ну такой не саненький целлофан, знаешь. Вот это спасибо за покупку бывает. Тут плотный, прикольный целлофан. Как бы минус, конечно, природе, но целлофанчик хороший. Давай мы сейчас вскроем. Приехали за полтора часа, кстати. Опоздали они. Но агрегатор нам дал промокод на скидку. Эть, эть, обычный. Ммм, слушай, запахи неплохие. Такие идут отсюда. Ой, что это такое? В общем, тут какой-то, видимо, шашлычок. Сейчас будем разбираться. Тут шавуха, но называется она у них как-то особым образом. Это какой-то бургер. Слушай, ну такое оно все, знаешь, вот то, что в боксах, оно нормально. А то, что не в боксах, да, вот этот, допустим, бургер. Бургер, Яндекс.Еда, закажи онлайн. Видишь, да? А привезли нам деливери. Я заказывал через Delivery Club. Это как вообще стыкуется, не очень понятно. Ну ладно, ребят, там договоритесь друг с другом. Или Яндекс уже выкупил Delivery Club, никто не знает. Смотрите, нам дали пластиковые приборы, такие скромненькие. И дополнительно дали еще, ну не зубочистки, а как я не знаю, канапешницы такие, чтобы можно было что-то насадить и съесть. Прикольно, ни разу нигде не давали такие штуки. Так, ну давай глянем по температуре что-нибудь. Вот, к примеру, ого-го, какое блюдо. 51 градус, в принципе, неплохо. Рис. 51 градус, все абсолютно одинаково. Ладно, более-менее по температуре все хорошо. Салфеток дали, в принципе, в достаточном количестве. Мне больше не надо. Они что-то мне напривозили, я, честно говоря, сам не врубаюсь, потому что они мне привезли два... Сейчас на грани было. Два риса, хотя я четко помню и вижу в чеке, что я заказывал один рис. Рис острый, жареный с курицей. В принципе, такое ощущение, что они мне какие-то позиции, может быть, продублировали. Но денег за это не взяли. Так что, в принципе, ок. Проехали. И вот лапша, кстати, да. Лапша, например, с курицей я брал. Лапшу с курицей я брал. А вот два риса я не брал, я брал один рис. Ладно. В общем, разбираемся. Значит, какой формат вообще, да? Вот в чем идея? В том, что они продают курицу. У них есть голени, у них есть крылышки. И огромный респект за крылышки, потому что они... Это прям крылышка. То есть это не пополам разделенная крылышка, это целая крылышка, состоящая из двух отдельных частей. Эти крылышки могут быть европейские, то есть без соусов, ну вот просто вот так вот в кляре. И с соусами. А соусов уже ты выбираешь несколько вариантов, которые тебе предлагает сайт. Равно как и количество. То есть ты можешь заказать две голени в порции, можешь заказать пять, там по-моему девять и так далее. Вот. Где-то мы это уже видели, ну и слава богу, еще раз посмотрим. Чикен сэндвич 200 рублей у них стоит. Это цена, нормальная цена в принципе. Веса нифига я не нашел. Вот, вот он сэндвич. Это бургер моего тоже. Я хочу с ними закончить вот этот, их шаурма, сэндвич и бургер и потом уже двинуться по курочке. Он абсолютно вымокший, то есть это беспонтовая история возить сэндвичи. 300 граммов, 200 рублей. Вот такая вот упаковочка. Вот такой вот слюнявый уже сэндвич с этой стороны. Он еще более слюнявый, я не знаю как это объяснить. Он просто вот противненький, противный. Так, давай его поразрежем и посмотрим. Внутри начинка довольно славная. Здесь свежий огурчик, свежий помидорчик. Тут какой-то омлет даже есть, смотри. То есть такой вот омлетик. И курица в панировке. Ну и естественно соус. Вот и весь сэндвич. Я говорю вот и весь сэндвич не в негативном плане, а в принципе норм. То есть и курочка, и огурчики свежие, и соленые кстати вот нашел. И в общем все. Единственное, что конечно вот эта вот противность вымокшего хлеба, она расстраивает немножко. Ну если на месте есть, может быть это будет и неплохо. Ну давай так скажем. Сэндвич ни о чем. Ну в смысле, что он не впечатлит абсолютно ничем. Но тут первое впечатление о курице. Во-первых, немножко остроты. Чуть-чуть остроты я чувствую. А во-вторых, я чувствую, что курица хорошо приготовлена. Здесь куриная грудка. В кляре, в таком же как и все остальные. Он по ходу дела остренький. Мы потом попробуем на отдельных кусках. Ну мне кажется он острый по умолчанию. Даже без соуса. Вот. И курицу, короче, они делают неплохо. Сэндвич за 200 рублей, наверное, цена адекватная. Ну по крайней мере по московским меркам цена, ну типа норм. Сэндвич съесть с горячей курочкой. И желательно, конечно, с невымокшим хлебом. Но ничего необычного. Поэтому откладываем. Я думаю, что точно так же ничего необычного не представляет из себя куриный бургер. Блин. Кусочек сыра вот здесь вот типа моцарелла. Интересно, интересно. Давай посмотрим бургер. Чикен бургер. Он не так пострадал, как тот хлеб. То есть здесь булочки сохранили более-менее какую-то адекватность. Они не влажные. То есть нет такого, что они прям мокрые. Чикенбургер. 220 рублей. Взвешивать я не буду. Но вот смотри, беда таких вот бургеров, да? То, что вот что происходит. Вот. И от этого никуда не деться. Видимо, вот такая вот наша судьба. Есть такой салат. Так. Что еще интересно? Тут, видимо, то же самое куриное филе. Тут помидорки. Опять-таки свежий маринованный огурчик. И тут соус и сыр. Да? Вот это что? Это сыр. Сыр, который расплавился. Но теперь он уже начинает обратно твердеть. Поэтому мы будем торопиться, чтобы его попробовать. В общем, опять легкая острота чувствуется. То есть вот эта панировка, которую они используют стандартно, она чуть-чуть острая. Нормальный бутербродик. Опять-таки, курицы. Вопросов у меня, честно говоря, нет. Помимо того, что она острая. Наверное, было бы неплохо делать изначально неострую панировку. И потом уже фигачить все остальное. Что касается остальной начинки в бургере, она банальная. Ну, то есть овощи, слюнявый салатик. Сыр. Прикольный сыр. Вот сыр моцарелла, видимо, куском они кладут. Он хорошо плавится на курице. И обычный какой-то соус. Ну, наподобие тысячи островов, наверное. Вау, естественно, никакого нет. И негатива тоже никакого нет. Вот интересно, да? Я заказал, смотрите, вот такое вот блюдо. Называется картошка твист. Ну, прикольная гармошка, пожаренная, видимо, во фритюре. Ну, либо там, может быть, в какой-нибудь... В духовке, в гриле, что-то типа того. Соус на выбор написано. А какой-либо соус мне и не приложили, и не предложили. 120 рублей стоит такая картошечка. Опять-таки, у меня нет веса, поэтому, ну, просто картошка. Давай попробуем. Она прикольненькая. Мне нравится такое. Ну, это симпатично. То есть, не с доставкой, единственное что. То есть, вот эта картошка, если только что приготовлена, она будет хрустящая. И прям, прям чипсики. Вот. С доставкой это все. Это уже превращается в слюни. То есть, тоже заказывать с доставкой такое блюдо нельзя. Но оно прикольное. 120 рублей. Одна картофельная, растянутая по шпажке. Ну, это клево, конечно, за такие деньги продавать одну картошечку. Для такого блюда это дорого. Но, тем не менее, само блюдо по себе изначально неплохо задумано. Все, откладываем. То есть, пока впечатлений нет. Надо переходить, срочно курица. У меня еще шавуха их лежит. Ладно, потом. Она уже тоже вымокшая вся. С чего начнем? Ну, давай вот, может быть, куриное филе, да, посмотрим. Смотри, у нас куриные филехи. Почему так? У меня дофига куриных филех. Сет куриных. Я реально, я не могу разобраться. То есть, вот то, что они мне привезли по курице, я вообще в панике. То есть, у меня здесь вот куриные филешки. Лежат куриные филешки. Тут у меня те же самые куриные филешки, только в соусе. И как что понять? Я еще брал сет куриный, 500 граммов, 470 рублей. Что в этот сет входит, я так и не понял. Я выбрал соус терияки. Здесь что-то, что похоже на соус терияки, я не вижу. То есть, возможно, вот эта часть сета куриного. Может быть, вот эта часть сета куриного. А может быть, даже вот там еще лежит у меня что-то. И не исключено, что эта часть сета куриного. Ну, кстати, вот здесь вот, ну, тоже это не соус терияки. Соус терияки, он темный. А тут какой-то острый кисло-сладкий. В общем, с доставкой фиг разберешься, что ты заказываешь. Ты не поймешь до конца. Наверное, на месте, если прийти к ним там в заведение, там более-менее все очевидно. Ты так, там, где меню висит, и ты понимаешь, что тебе достанется в итоге. А тут приехало все и, ааа, разбирайся как хочешь. Ну, ладно, давай курицу пробую. Картошка Твист и выбирал... А, я выбрал, кстати, сырный соус я выбрал. Вот это вот картошка Твист, к нему я выбрал сырный соус. А сырный соус не положили. Я даже не знаю, то есть и веса никакого нет. Вот есть, грубо говоря, порция... Порции. Давай, давай я ее пробую. Все, что-то, давай. Так, оба-на. Вот она курочка. Это курица по-европейски, но это, грубо говоря, то же самое, что и все остальное, только без соуса. Здесь вот она же, да, я думаю, нет смысла что-то пробовать. Или здесь в каком-то соусе, потому что тут есть какая-то влажность. Ну, в общем, давай пробовать вот такие куриные кусочки. Какой-то сладенький соус там есть. В принципе, нормальная штучка. Куриное филе. Панировка все-таки, да, действительно, у них есть легкая острота этой панировки. Поэтому, например, детям я не знаю, как, честно, как дети среагируют. Она, ну, она не прям острая. Но легкая остринка есть, то есть они явно добавляют в панировку соус чили. Курица, в принципе, мягкая. Я бы не сказал там, что она сухая. Нормальная курица. Я вот пробую теперь из другой плошки. Тот же самый соус. Вот что-то такое. Ну да, вот, это с соусом терияки. Его немного, он как бы не прям полит. Острый соус, он более заметен. А тут просто легенький, какие-то капли терияки и, ну, их хватает. То есть ты чувствуешь легкую сладость такую и какую-то вот рыбность этого соуса. В принципе, годно, блин, но остро. Ну, и при этом каково будет вот это блюдо, которое с острым соусом, наверное, вообще вырвет глаз или нет? Нет, прикольный формат. Вот сколько же стоит? То есть получается филе в соусе, не острый, 8 штук, 160 рублей. То есть цена вот этого блюда, а я надеюсь, я пока не знаю тот ли соус или нет. Ну, вот, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь кусочков филе. Ну, получается, наверное, одна грудка просто нарезанная. Стоит 160 рублей. Это очень умеренные деньги. Давай пробовать. Острый перечный соус. Перечный в смысле чили перец, не черный перец. Это типа сладкого чили соуса. Только сам вкус этого соуса мне не нравится. Есть вкусные сладкие чили соусы, а есть невкусные сладкие чили соусы. Вот здесь он мне не нравится. То есть у него есть какая-то такая во вкусе, как будто антрацит, да, капсацин в смысле. Самая острая штука в мире. Почему меряются с ковеля, да, острота, там, потом Каролина Риппер и так далее, там, Халапеньо идут и ниже, и ниже. Здесь вопрос не в остроте, да, это острое блюдо, для тех, кто любит острое, в принципе, они это переживут совершенно спокойно. Здесь вопрос именно во вкусе. Он, короче, неприятный вкус, я не знаю, как объяснить. Мне не понравилось, но, блин, цена, конечно, ну, слушай, ну, 160 рублей, в принципе, блин, отварил себе картошечки, и это офигенный ужин. Вот эти вот, вот эта курочка, она гораздо интереснее, потому что здесь какой-то легкий соус такой сладенький. Ну, приятно есть, приятно. В общем, ладно, проехали мы куриное филе. Че о них говорить, давай посмотрим другие штуки. Это куриные голени. Вот, опять-таки, их можно 2-4 выбрать и так далее. И куриные крылья. Видимо, все-таки куриные крылья и какое-то из филе входило в состав вот этого сета за 470 рублей. Но у меня тут все напутано. Ничего не подписано, и разбирайся сам. Что я выбрал? Голень по-европейски 2 штуки. Вот такой голени 260 рублей. То есть тут без какого-либо соуса. Та же самая панировка, видите, она хрустит. Голень прожаренная, то есть никаких у нас красных... Красных остатков нету. И мясо довольно мягкое. То есть смотри. Огонь. Возьму первый отрезанный кусочек. Вот такой филе. И погнали. Знаешь, есть такое ощущение, что ты ешь как будто два разных продукта. Ну, то есть ты, допустим, откусил курицу, взял сухарик и жуешь. И у тебя как бы в процессе либо перемешаются вкусы, либо нет. Либо ты так дожуешь и проглотишь два разных продукта. Вот в этих голенях ровно такое ощущение. То есть внутри действительно хорошая курочка. Она приятная, она мягкая. А снаружи вот эта вот соленая панировка, которая... Которая живет своей жизнью, короче, во вкусе. Она хрустященькая. Хрустящая нормальная панировка, но она... Но она какая-то отдельная. Она посолена так вот, чтобы вы понимали, да, вот эта панировка. В ней столько соли, чтобы этой соли хватило на саму курицу. Потому что курица, мне кажется, не соленая. Она довольно пресная. Вот. Но учитывая, что во вкусе у тебя панировка отделяется, и это отдельный продукт, курица отдельный продукт. У тебя получается, что у тебя не соленая курица, хоть мягкая и сочная, базара нет. И соленая, и соленый сухарик. Вот типа... И вот так вот ты ешь. И чувствуешь именно ровно так же. Вот. В общем, честно, голень мне не понравилась. 260 рублей я бы за две голени бы отдавать не стал. Нет единого вкуса. Лучше бы отдельно... Вот если бы голень без панировки, был бы кайф, наверное. Ну и снять можно, кто хочет заморочиться. Ладно. Крылья. Самые честные крылья в мире. Почему они честные? Потому что, когда всякие доставки пишут, там, 10 крыльев, это значит, что они тебе привезут 10 кусочков. А крыло это вот что такое. И то не до конца, потому что у крыла есть еще маленькая такая... Лапка такая, знаешь, вот здесь вот. Ну, это ладно. Здесь мышца, здесь предплечье. Мышца предплечья, или как это? Плечо предплечья. Я не знаю, как, в анатомии. То есть, вот крыло. Вот действительно крыло. Когда тебе пишут 10 крыльев, должно быть 10 вот таких штук. А если тебе пишут 10 крыльев и привозят вот так, это значит, 5 крыльев, по факту. Вот. Здесь у нас тоже, посмотри, есть крылышки в соусе. В том же самом, с невкусным привкусом чили. И просто, ну, как европейские, да? Вот у них это так называется на этом. Давай пробовать, ладно. Что тут размусоливать? В принципе, та же самая история, что и с голенью. Единственное, в голени мяса больше, поэтому лучше разделяются продукты. Здесь мяса чуть поменьше. И ты все-таки хоть немножко, но это объединенно чувствуешь. Блин, ну фиг знает, короче. Очень сложно. То есть, понимаешь, я, ну, серьезно, я ничего не могу сказать плохого про это блюдо. Ну, вообще, в принципе, про эту идею. Это курица в панировке, жареная во фритюре. Но какого-то вот концептуального такого единого формата, ну, как вот в KFC, да, взять. Ты понимаешь, у тебя там, ну, все понятно, короче, KFC зашибок. Я серьезно, у меня вон баскет стоит из 14 крыльев там. Вчера мы заказывали. Правда, не доел. Мне это понятен формат. И когда иду в KFC, я понимаю, что там. Здесь, в принципе, попытка, наверное, повторить KFC, ну, как бы немножко по-другому. Ну, как бы немножко и недодуманно получилось. Не знаю. Вот этот соус, соус чили у них невкусный. Он как будто бы, блин, ну, лекарственный. Вот такой лекарственный вкус неестественный, неприродный какой-то. Вот знаешь, мне он категорически не нравится. Я до конца чего-то не догоняю. Вот, вот, серьезно, ощущение какой-то неполноценности и недодуманности вот во всем том, что я сейчас с кем. При этом адекватные цены. Вот сколько вот два крыла бы стоило, если бы я их заказывал отдельно. Два крыла 120 рублей. Крылья дешманская тема. Кляр дешманская тема. Я поэтому, в принципе, не удивлен таким адекватным ценам. Ну, то есть, реально адекватно. Крыло в соусе острый классический. 130 рублей, кстати. Если соусом берешь чуть дороже, получается, на 10 рублей. Соус невкусный. Невкусный соус прям совсем. Ладненько. Все, давай попробуем. У нас еще, у нас там, во-первых, шавуха уже вымокшая. Она уже потерянный продукт для нас. Вымокшая курица. И вот два таких здоровенных блюда. Это рис. И одно почему-то продублировано еще второй раз. Не буду я есть их по отдельности. Лапша с курицей и овощами. 300 граммов стоит 330 рублей. Рис острый, жареный, с курицей. Вот он. А выглядит он вот как. Где мое яйцо? В чем дело вообще? То есть они это блюдо не доделали. По какой-то причине. Блюдо очень тяжелое, на самом деле. Даже нет смысла взвешивать. Они больше весят, чем заявлено. То есть вот, например, рис, он под полкилограмма будет весить. Я уверен, абсолютно. За полкилограмма. То есть 589 рублей. Ой, граммов. И лапша столько же. 509 граммов. А должны 300 весить. То есть тут как бы все окей. Это классическая тема. С лапшой и рисом всегда кладут больше. В какой бы доставке ты не делал, всегда скорее больше положить, чем меньше. Комплектация у нас, значит, смотрите. Тут огурчик. Соленый, судя по всему. Ну, и лапша из листов нори. Тоже интересная штука. Я, в принципе, кстати, нори люблю. Даже отдельно могу поесть. Мне нравится, поэтому прикольно. И вот нори, несмотря на влажную среду здесь, потому что она не вымокла. Она все равно почему-то осталась хрустящей. В чем магия, не знаю. Нори от любой капельки превращается сразу такой... Съеживается и превращается в нечто противное. Так. Ну, давай вот рис, да, посмотрим. Смотри. Может быть, там яйцо где-нибудь внизу. Нет, нет, нет яйца. И оно даже не вмешано в блюдо. То есть, бывает такое, что, знаешь, там вот как... Азиатский рис делают, яйцо туда вмешивают. Нет, такого нет. Кусочки курицы. То есть, ну, вот вообще курицы они не жалеют. Грибы какие-то. Перец и много-много риса. В общем, вот много-много риса они кладут. Похоже на полноценное блюдо. Не очень аппетитно выглядящее. Потому что все как-то так блекло. Но, тем не менее, это прям вообще, ну вот, поесть. Ну, я не знаю. По-другому не скажешь. 330 рублей. Ой, огурчика хорошая. Ну, блюдо типа как столовское. Ну, туда добавлен еще соус. Вот этот вот. С привкусом. Хотя, наверное, никто в мире никогда не пробовал чистый капсацин. Какой он по вкусу, да? Сколько у него там, миллион сковелей? Или сколько там? Ну, то есть, острое вот это химическое вещество. Острое. Ну, мне кажется, что вот этот вкус как раз, это вот к нему относится. Неприятный вкус чили. Мне не понравилось. Что с лапшой-то? Ну, с лапшой-то тоже курочка. Та самая, что в бургере была, да? Тоже порезанная на кусочки. Ну, в бургере и в сэндвиче они кладут вот это филе. Нарезают кусочками и за шибок. А так, то же самое. Те же грибочки. То есть, приблизительно то же самое, что в рисе наложено. Хотя наполненность немножко больше, мне кажется, чем рис. Лапша пойдет. В принципе, мне понравилось. Лапшу можно брать. Давай, перед тем, как попробуем шавуху, уже в конце резюмируем. Я предварительно резюмирую тему с курицей. В общем так, идея хороша. То есть, идея, цены в целом нормальные. Потому что, что может быть плохого в курином филе, в куриных голенях, в куриных крыльях, в панировке? Да ни хрена плохого быть не может. Миллионы людей это любят. Что касается реализации, она какая-то странная. Потому что абсолютно все блюда имеют панировку, которая имеет остроту. А это, черт подери, как-то странно. Либо должен быть выбор панировки. Либо не делать панировку изначально острой и добиваться остроты уже потом. Но добиваться чем? Вот этим соусом острым, который невкусный. Ну вот он невкусный. Я не знаю. Я не смогу это словами объяснить. Но попробуйте сами. Вот если вы будете заходить. И попробуйте вспомнить мои мысли по поводу невкусного привкуса в этом соусе. И напишите в комментариях, мы поняли друг друга или не поняли. Потому что мне кажется, я не могу все-таки словами объяснить, что я имею в виду, когда говорю про невкусный соус. Соус сладкий чили или просто соус чили. Здесь он невкусный. То есть острота добивается невкусным соусом. Соус терияки, который якобы там накапан, он нормальный. То есть это такая легкая сладость. Но опять-таки, когда ты добавляешь терияки, ты ждешь какой-то вот аромат терияки и вкус терияки. А тебе все равно попадается та же самая панировка, которая, черт подери, она острая. Какого хрена она острая везде, непонятно. Вот. По большому счету невразумительный бургер, невразумительный сэндвич, невразумительные вот эти вторые блюда. В целом у меня складывает впечатление, что бежать туда я не захочу. Но опять-таки, вот я думал, что за 160 рублей я, может быть, когда-нибудь там семьей бы зашел. Мы поели бы эти куриные филешки, там, детям бы дал. А нифига, все. То есть, и даже этот момент у меня отрубается. Потому что я не могу с детьми туда прийти. У меня дети не смогут есть вот эту курицу. Абсолютно точно. Вот. В общем, очень странное заведение. Так, ладно, у нас здесь шаурма. Но она называется у них не шаурма, а называется это все... Чикен завертон называется. То есть, завернутая какая-то штука. Вот такая вот завернутая штука. Большая, вымокшая, завернутая штука. Все. Вау! Ой-ой-ой-ой-ой, мама дорогая. Ну, те же яйц, ток в профиль. Ребят, все то же самое, что мы видели в бургерах. Свежие огурцы, вот этот салат и нарезанная та же самая курица. И тот же самый соус. Что сэндвич, что бургер, что шавуха завертон делаются из тех же ингредиентов. Соответственно, это будет примерно тот же вкус. Не очень, кстати, вымок лаваш. Конечно, круто, если бы он был хрустящий, но, видимо, не у этих ребят. Лучше шавуху по дороге где-нибудь заточить. Прикольно. Просто овощной салатик внутри такой летний. С мазиком. И курочка. Нормальное. Самое, кстати, нормальное, мне кажется, блюдо. Потому что остроты какой-то особой нет. И все понятно. Овощи, мазик и курочка. И лавашик вымокший. Но не сильно. Ох, ребят, странное место. Странное место. Причем оно странное не потому, что оно странное. А потому, что мое отношение к нему какое-то неопределившееся. То есть, понимаешь, говорить там, что это все что-то плохо. Я не могу говорить, что это плохо. Но в то же время сказать, ребята, ломитесь там, покупайте курочку. И так не могу сказать. Если про KFC я могу сказать, ребята, берите. Офигенные крылья. Прям крылья берите соус. Вот, кстати. В чили... Дима, а можешь притащить у меня там... Сейчас я сам притащу. Я покажу сейчас. Чили соус. Сладкий чили, который в KFC. Я вчера заказывал KFC себе. Но я вчера поел, что-то у меня плохо стало от острова. Вот они, крылышки KFC. Хорошо, что я их вчера не утилизировал. Но я не об этом. И вот соус. KFC это хайнсовский обычный соус. Кисло-сладкий. Кисло-сладкий чили. Вот он. И вот этот соус. И вот этот соус. В принципе, это братья идеологические. Но вот этот соус вкусный. И у него нет вот этого непонятного вкуса. Островый вкус. Блин, как хрен знает. А у этого есть. Этот соус. Круто. Добавляет курицы. Он вкусный. А тот невкусный. Я не знаю, стало ли понятней. Но идти за острыми блюдами вот сюда, вот Coco Chicken, я бы точно не стал. Идти за неострыми блюдами я так же бы не стал. Ну вот, ну, ну, серьезно, странное место. Ну, странное. Ну, я не могу определиться, понимаешь. Ну, мне сейчас жена там в комнате говорит, ну, что там, досняли, есть что поесть? Она острое у меня не ест. И я такой, а нет. Ну, то есть, для тебя, вот, как человек, который не ест острое, нет. Ну, кроме вот этой шаухи вымокшей. Ну, все, мне сказать больше нечего. Coco Chicken для крайне ограниченного числа людей, которые любят привкус странного соуса чили. Оценки. 71 балл. Ну, 71 балл, это не такая плохая оценка. На самом деле, наверное, и все не так плохо, как могло показаться. Просто мне не понравилось. Мне это место не зашло, потому что она не до конца сформулирована. 71 балл. Хорошая оценка не брать, например, за счет цены. 5 баллов я ставлю, потому что, блин, ну, 8 кусочков сытненьких куриного филе за 160 рублей. Да это зашибись, на самом деле. То, что крылья, это крылья, это зашибись. И за заумеренные деньги. Вот вкус-качество я поставил 3. На самом деле, можно и меньше было поставить, потому что, по большому счету, найти для себя вкус, который будет по кайфу, сможет не каждый. Далеко не каждый. И я, несмотря на то, что я люблю острые блюда, я здесь для себя вкуса какого-то, за которым я хотел бы возвращаться, я просто не нашел. Потому что его здесь нет. Соответствие, ну, мне не с чем сравнивать. Ну, вроде бы я ставлю 4 балла, потому что у меня нет громовок, поэтому мне сложно с чем-либо сравнить. Даже перевесы вот в этих блюдах, в рисе и в лапше, говорят о том, что, в принципе, ребята, ну, не пытаются тебя обмануть на вес. Сервис 2. Опять-таки, почему? Потому что для меня много чего осталось загадкой в этой истории, да. У меня есть ощущение, что мне привезли что-то в виде двух блюд. Мне привезли неподписанное, поэтому я не смог разобраться, что такое сет. А в описании сета, например, куриного тоже нет никакой информации, по крайней мере, у агрегатора. И вот, и вот, и вот. Почему-то 2 риса привезли. И зачем они мне, кто заказывал, денег хоть вроде не взяли. Ну, то есть, то есть, есть ощущение, то ли ребята еще только начали делать, а судя по всему, они недавно открылись. То ли, в принципе, вот такое вот есть. Нате и разбирайтесь. Вот мне это не нравится. Мне нравится, когда я понимаю, что вообще происходит. И я еще могу понять, когда вот такая неразбериха у меня в голове, если я пробую что-то новое, как, например, там какой-нибудь там вьетнамский, корейский какой-нибудь ресторан. Я не разбираюсь в этой кухне. Я в панике, там, пытаюсь понять, что происходит. Здесь-то курица, блин. Да я и в курице запутался. Но не потому, что я дурак. Хотя это вообще не исключено. А потому, что тут действительно все довольно запутанно. Соус не положили опять-таки к картошечке. Скорость 5 они привезли быстро за час. Температура 4. Вот так вот. И лайк от меня они не получают. Я в это заведение не планирую заходить, потому что у меня поводов зайти туда не будет абсолютно никаких. Вот. Для себя я тут не нашел ничего такого прям вкусного. Для семьи тем более. Сука, муха. Она вот... Давайте уже имя дадим этой мухе. Она у меня уже месяц живет, одна и та же. Я ее убивать не хочу. Пусть... Как муху может звать вообще? Имя для мухи, Дим. У тебя есть идея? А? Вжиг? Как в этом... В чудес... Как ЧПДЛ, что ли? По-моему, вжиг там был. Вот. Так что такая оценка, такое мнение. Непонятное заведение. Ставьте лайки за обзор. За заведение, как хотите. Пишите свои комментарии, что думаете. Если пробовали у них, тоже пишите мнение. И переходите к Зеду. Зеду понравилось. Он там пробовал бургер... Бургер и наггетсы. Ему зашло. То есть ему понравился бургер. Опять-таки, ну, возможно, с пылу с жару, когда еще там хрустящие булки, он складывает более приятные впечатления. Мне совсем не понравилось. Это скучно. И бургер, и шавуха невкусная. И сэндвич тоже, по большому счету, ни о чем. Вот. Ну и наггетсы ему понравились. Ну, тут дело вкуса. Понимаешь, тут нельзя сказать, что мне не понравилось. Кому-то там вполне может понравиться. Так что переходите. Ссылка на Зеду комментатора, на его инстаграм. И Яндекс Дзен, по-моему, у него тоже есть, оставлю. Переходите, читайте, сравнивайте наше мнение. Пожалуй, все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok